Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Исто учение Святаго Иоанна Златоустова из сборника. Хотя мы всегда имеем нужду в помощи Божией и во время благоденствия, но особенно тогда, когда находимся в скорби. Но чтобы получить помощь Божью, мы не должны оставаться в бездействии, но привносить и со своей стороны молитвы, милостыни и прочее. И соратники помогают тем, которые сами сражаются, а не тем, которые пали духом и бездействуют. Итак, если хочешь получить помощь от Бога, не оставляй ничего зависящего от тебя самого. Так Иов получил помощь, потому что сам твердо стоял и боролся. Так и апостолы, потому что сами были деятельны. Кто отрешился от всего человеческого и предался надежде на помощь свыше, тот не только получает скорое избавление от бедствий, но и среди самих бедствий не колеблется и не смущается, ободряемый надеждою на этот якорь. Так три отрока не только избавились из пищи, но и находясь в пищи не смущались, потому что были уверены в помощи Божией. Безопасность, происходящая от надежды на Бога, гораздо надежнее самой власти во время бедствий, потому что последней есть человеческая, первая, божественная и непреодолимая. Велика сила надежды на Бога. Она есть неприступная ограда, непреоборимая стена, непобедимая помощь, тихая пристань, Несокрушимая крепость, неотразимое оружие, неодолимая сила, пролагающая себе путь среди мест непроходимых. Ею безоружные побеждали вооруженных. Жены, жены, мужей, дети весьма легко оказывались сильнее опытных в военном искусстве. И удивительно ли, что они побеждали врагов, когда они одерживали победу над самим миром. Перед ними стихии забывали свою природу и обращались в их пользу. Звери не были более зверями и печь пищу, потому что надежда на Бога преобразует все. Острые зубы, тесная темница, естественная свирепость, мучительный голод, челюсти близ самого тела пророка ничто не было преградою. Но надежда на Бога сильнее всякой узды сдерживала челюсти, обращала их назад. Ты только надейся не на человека, а на Бога. Псалом 117, 8. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Другой пророк говорит, Иеремия 17, 5. Проклят человек, который надеется на человека. Нет ничего слабее такой надежды. Она слабее паутины. И не только она слаба, но и опасна. Это знают все те, которые надеялись на людей и погибли вместе с ними. Напротив, надежда на Бога не только тверда, но и безопасна. Не подвержена никакой перемене. Посему Павел и сказал, Римлянам 5, 5. Надежда не постыжает. И другой премудрый, Сирахов 2, 10. Взгляните на древние роды и посмотрите, кто верил Господу и был постыжен. Но я, скажешь, надеялся и посрамился. Не клевещи человек. Не противоречь Божественному Писанию. Если ты посрамился, то, конечно, потому, что не надеялся, как должно. Ослабел, не дождался конца, стал малодушествовать. Не делай же этого. Но когда видишь наступающие бедствия, не падай духом. Это, собственно, и есть надежда стоять твердо среди опасностей. Кто был несчастье и на племенников ненивитян? Однако они, находясь в самых узах и ожидая погибели города, не отчаялись, но показали искреннее раскаяние и тем подвигли Бога отменить приговор свой. Видишь ли, какова сила надежды. А сам пророк, находясь в очреве кита, не вспомнил ли о храме и возвращении в Иерусалим. Так и ты, хотя бы находился при смерти и подвергался величайшим опасностям, не отчаивайся. Бог может и из безвыходных обстоятельств доставить выход. Посему и говорит премудрый Сираха 18, 26 От утра до вечера изменяется время и все скоротечно пред Господом. Не видишь ли, как вельможа остался голодным при изобилии? Не видишь ли, как вдова имела довольство во время голода? Когда обстоятельства твои делаются затруднительными, тогда особенно и надейся. Ибо тогда особенно Бог являет силу свою не в начале, но когда человеческие средства окажутся безнадежными. Тогда время божественной помощи. Посему и отроков он избавил не в начале, но после их пребывания в пищи. И Даниила избавил не прежде, нежели он был ввержен, но по истечении семи дней. Итак, смотри не на свойства обстоятельств, приводящих в отчаяние, а на силу Божию, которая и безнадежному сообщает благие надежды. Если же он не вдруг избавляет от бедствий, то это бывает для твоего испытания. Как имея возможность не допустить к тебе бедствий, он допускает для того, чтобы сделать тебя более крепким, так и имея возможность избавить от них, в самом начале он медлит и отсрочивает для того, чтобы укрепить твое терпение, упражнять твою надежду и усилить твою любовь к нему. Аминь. 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 Продолжение следует...